Итак, коллеги, мы начинаем первое заседание семейного предметного семинара. Это шестой сезон. Сезон в общей сложности получается 131. Примерно 25 с небольшим, 26 сезон в среднем. Этот сезон в предыдущем отличается тем, что в этом году можно будет семинар как курс по выбору, как технический курс по выбору. Мы сейчас в том числе это обсудим, связанные с техническим вопросом. Мы сперва несколько слов о семинаре вообще. Это обычный научно-образовательный семинар. Обзорного характера мы не привязаны к какой-то узкой теме. И можем послушать практически что угодно. Если это что угодно, будет рассказано на грамотном физико-математическом языке. Или, если докладчик этим языком не владеет, то, если он называется тот, кто будет сопровождать этот сезонный перевод на физико-математическом языке. То есть, сезонная сезонная, сезонная 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 композиция, что Григорий Геннадьевич Моцкого устраивала какие-то тематические тематические. Соответственно, поэтому тематика может быть практически неограничена, но, скажем так, не должно быть явной каталогии композиции. Так, темы мы стараемся выбирать с учетом мнения аудитории. В принципе, если вы займите на страничку семинара, то, чтобы вы сейчас дублируете, я думаю, где это есть. Так, это сайт «Кафедра теоретики». Если еще написать «Кафедра» и написать «Кафедра теоретики», то это будет уже предметы семинара. То есть, какая-то предварительная программа там есть, но там есть еще не заполненные среды, и на эти среды можно сделать предложение, что именно вы хотите послушать. Идеально не просто предложить тему, но и на эти докладчики. То есть, если, скажем, вы возьмете и притащите со своей базы подходящего докладчика, то можно будет послушать, что он мне расскажет. Так, значит, теперь по поводу того, как планируется ставить зачет, потому что сходы не очень понятны, но семинара семинара пришли послушать. Значит, ну понятно, что первый критерий – это посещение. То есть, не имеет смысла человеку ставить зачет, если он там под на одном или на двух семинарах. То есть, за год их будет примерно 25. Ну, если человек бывал, не знаю сколько, на половине, наверное… То есть, если в конце года окажется, что вы были на половине семинаров, значит, посещаемости мы считаем у вас достаточно. Впрочем, если вы бывали на этом числе семинаров, скажем, в прошлом году, то, я думаю, это тоже можно учесть. Так, ну, этого недостаточно, поэтому желательно, чтобы было еще что-то. Ну, например, вот один товарищ сидит за видеокамерой, ну, мы это зачтем как еще что-то. То есть, он не просто посещает семинар, а еще и работает? Если еще найдется там два или три человека, чтобы его иногда менять, мало ли, какие у него могут быть обстоятельства, он не сможет как до света ходить. Ну, соответственно, им тоже можно будет это учесть. Далее, какие есть еще варианты? Еще есть такой вариант, который предполагается как основной, что будут писаться рефераты по сделанным документам. То есть, вы пишете реферат, этот реферат утверждает сам докладчик. После чего, я его тоже просматриваю, и он вешается на сайте семинара. Потому что, в последние пару лет, там, высказывалась такая причина, что маловато материалов о докладах лежит у нас. Вот заодно мы убьем этого зайца. Будет более качественный архив. Ну и заодно будет проверка того, насколько это людям полезно и интересно. Ну и, поскольку этот реферат будет лежать на сайте, будет представлять, что именно было рассказывано на семинаре, я надеюсь, что докладчики не позволят разводить тут слишком большую халяву, и откровенно халтурный реферат не пропустят. Потому что понятно, халтурный реферат будет докладчик дискретного. Впрочем, с одной стороны, это, конечно, для вас некое затруднение, но нужно на это смотреть с другой стороны. Если хороших рефератов наберется достаточное количество, то можно будет попробовать немножко надавить на ректорат, чтобы издать эти рефераты в виде сборника. Тогда для тех, кто не поленился такой реферат сделать, это будет увлекаться. Для студента младшего курса это, обычно, достаточно весомый плюс, который может потом сыграть, когда вы выбираете каждого, руководителя, что вот у вас уже есть. Ну и еще один вариант, что кто-то может сам сделать доклад, либо настоящий полномасштабный доклад на семинаре. Студенческие доклады у нас бывали, но при этом придерживаемся правилу, что такой доклад делается с санкцией научного руководителя. Я думаю, что сперва студент консультируется с нашим руководителем, готов ли он еще вам рассказывать, потом консультироваться со мной. Если мы находим, что тема хорошая, и человек способен ее внятно изложить, то его можно уже выпускать в передовой титуре. Ну, этот вариант, наверное, для большинства будет немножко сложноват, но кроме того, если вас всех выпускать с большими докладами, то более профессиональных людей мы просто не успеем послушать. Поэтому, исходя из этого, в конце мы устроим такую вот микроконференцию, если будут желающие. То есть отведем в один день, отведем уже на это не одну пару какую-то, вот обычно у нас будет, не знаю, может быть, полдня, часов пять подряд. Дадим каждому минуту 15-20, ну или там меньше, может больше, в зависимости от того, сколько назовется желающих, каждого послушаем. И вот если из этих вот критерий наберется два, то есть если человек либо посещает, человек может посещать, может сделать видеосъемку, может сделать реферат, может сделать доклад большой или маленький, если вот из этих критерий наберется два, то человек уже может стать зачетом. То есть, ну полной халявы не будет, но и слишком перенапрягать с вас тоже, наверное, не имеет смысла. Ну, если просто просещение, то с ним надо еще поговорить. Может быть, он больше ничего не понял. Ну, предмет того, понимает ли он то, что он слышит, или имеет ли он вообще там. Может быть, здесь поставят самовар, и его надо будет ставить зачет. Ну ладно, может быть, можно будет придумать в дальнейшем, еще какие-нибудь варианты. Скажем, если будет делать сборник, то и возникнет какая-то работа про то, чтобы все эти рефераты сферстать в отдельный файл. Наверное, это тоже будет ценить, если за это возьмется кто-то из студентов. И мне за это удаться не горит. Так. Далее. Помимо этого семинара, есть вот еще некий круг семинаров у курсов, дружеских, которые также мы вам рекомендуем, и участие в которых может быть зачтено вам по линии межпредметного семинара. Так, например, вот в институте физпроблем по четвергам раз в месяц будет семинар по квантовой физике и информатике, квантовой информатике. Вот тут я сейчас положу пару объявлений на уголок, кому интересно, можете посмотреть, а можете посмотреть ссылку на сайте межпредметного семинара. Соответственно, если кто-то будет ходить на этот семинар, то он может вместо того, чтобы делать реферат по докладу, который будет у нас, сделать реферат по докладу, который будет там. Только я подозреваю, это должен быть студент немножко знакомый с квадратой механики. Ну, мало ли? В общем, есть такая возможность. Тут вот темы первых двух семинаров они уже определили. 24 сентября будет Владимир Иванович Манько, который работает все они у нас на кафе, рассказывать про запутанность состояния котов Шридингера и локальность квантовой механики. А 1 октября он же будет рассказывать про вероятностное представление квантовой механики. Ну, то есть, в общем, квантовая механика без умовых функций. Если кому-то это интересно и кто-то рассчитывает, что он в этом сможет разобраться, ну, пожалуйста. На такие семинары в физпроблемах людей пускают без проблем. А Владимир Иванович Манько, раз он преподает на нашей кафедре регулярно, у нас 508, как бывает. И если вы будете писать по нему реферат, то без проблем его найдете, чтобы согласовать, все ли у вас правильно. Так, это одна опция. Значит, другая опция такая, что еще более экзотическая, что по вторникам в 15.30, начиная с будущей недели, в первой школе города Долгородного, это красная школа в институтской переулке напротив студгородка, будет такой вот методический межпредметный семинар, рассчитанный не на студентов, а на учителей города Долгородного и на людей, которые вообще работают со школой. В общем-то, тоже, возможно, та же самая. Вы можете ходить туда, в какую-то из докладов, которые вам понравятся, попытаться сделать рефератику. В принципе, те же самые. Так. Далее. Есть еще... Какая по счету? Есть еще третий по счету. Семинары, спецкурс, как тут правильно сказать, на которые можно точно так же ходить, а потом делать реферат и засчитывать его у нас. Это вот Михаил Алексеевич Галатов, который здесь присутствует, профессор в качестве высшей математики. Я в штабе, если он надеюсь. Приглашение на мой спецкурс. Да, он перечитает вот такой спецкурс, который, насколько я понимаю, сейчас как курс по выбору зачтен... Формально нет? Формально нет, но он может быть зачтен через предметный семинар, если вы по тем же правилам представите по этому курсу рефератику. Можно так сделать, скажем, выступление на этом микрофератике. Тоже можно на то же тело согласовывать. Так. Ну и, наверное, организационные вопросы. Если мы на этом закончим. Вопросы по организационным вопросам есть? Правила игры. Всем есть? А этот курс можно будет зачтить как годовой или как синтез трогой тоже? Так. Ну, вообще-то мы его подавали как годовой. То есть, полгода уже есть для курса? Ну, если полгода и вы зачитаете годовой, то это будет, я думаю, нормально? Нормально. Нет, ну почему? Если у него будут лишние спецкурсы, то почему бы это не надо? А можно ли зачитывать по правилам годовой курс как полугодовой прослушив? В смысле охранить? Прослушав половинку, это не ко мне вопрос. Кажется, этому нельзя. Ну, нельзя. Я уже столкнулся. А ходить полгода в жоре, то достаточно, если вы посетите примерно половину заседания? Все равно каких там? Как они будут по семестрам? Мои свежие сведения, что нельзя. Курс годовой, если это требует, через полгода поставить зачет. В учебной часть была больше. Так, еще вопросы организационные есть? Ну, если организационных вопросов нет, тогда переходим к следующему пункту. Следующий пункт – это короткие выступления преподавателя с описанием тем, по которым они должны бы сделать доказательство. Вы не первый, по-своему, по-своему? Нет, на короткие, наверное, в конце, в зависимости от того, сколько времени вы у меня оставите. Ахахахаха! То есть, если… А у меня наихро… Я не знаю, что это один из самых активных… Так, я не знаю, я точно не представился, не представился. Я могу на этом семинаре рассказать вещи таких направлений. Ну, во-первых, та часть, которая близка непосредственно к атлетике теоретической физики. То есть, это в продолжении рассказа Владимира Ивановича Маренько о квантовой механике безумно-обородственной физики. Это о том, как используются в квантовой механике функции Ригнера и как они связаны с правилами квантования динамических систем. Ну, я понимаю, что это, может быть, не совсем такой будет общообразовательный семинар. Поэтому, это уже, скорее, научный семинар. Если народ будет готов послушать какие-то научные рассказы, то мы можем… А то очень народу спросит. Подвините руки. Кто с первого курса? То есть, с первого курса это слушать не надо. Кто со второго курса? Кто с третьего курса? Люди, знающие квантовый механик, это понятно. А вот с третьего курса уже будут поступать. А с четвертого и последующих есть кто-нибудь? Есть другая тема, с которой относительно часто здесь выступал. Это рассказ о текущем, все время, современном состоянии перспектив термоядерного синтеза. Это разговор уже не по квантовой механике, а скорее по общей физике и несколько слов о технологиях, которые там применяются. Технологии и идеи. Разные виды термоядерного синтеза, как это все планируется устроить, поскольку на уровне идей это очень хорошо проработанный проект. Вот, к сожалению, пока еще ни один из них не работал. Так что можно было еще время делать. Вот, но с идеями все очень хорошо. Третья тема, это, наверное, я думаю, что вполне хорошо будет рассказать о математических методах демографии. Сейчас я всегда предлагаю. Тут есть хорошие математические вещи, которые должны быть понятны студентам 2-го курса. Они уже знают, что такое решение уравнения типа Вайкера. Ну, так идейно, наверное, знают. Но кто не знает, тем более хорошо. Ну, еще есть довольно широкий спектр вопросов, связанных с математической статистикой. То есть это такое широкое поле деятельности. В основном это применение математической статистики к различным задачам жизненного содержания. Это анализы прогноза нестационарных временных рядов. Для третьего курса, наверное, будет понятно, что происходит. Но также и в такой интересной повседневной жизни, как анализ литературных текстов на предметы факторов. То есть здесь есть очень высокодоказательные результаты. А какие есть еще примеры литературных текстов и дружевых котировок? Ну, не имел в виду именно дружевые котировки. Дружевые котировки. К ним применяют все возможности. Динамические системы. Динамические хаосы. Это, значит, примеры того, когда система, обладающая детерминированной формой поведения, демонстрирует черты белого шума. Вот, на самом деле, последний является хороший математический пример. То есть не надо думать, что если система задана в виде уравнения динамики, когда есть конкретная рекурсия, позволяющая с предыдущего момента времени четко получить последующие, то она ведет себя детерминированным образом. Имея в виду, что если вы знаете начальное положение с некоторой точностью, то вы знаете и конечное положение с той же точностью. Ну или с похожей. Оказывается, что есть примеры, когда точным узнать движение детерминированной системы нельзя. Но, тем не менее, она ответит на свою детерминированную. Ну, теперь, да, я назвал тело. Ну, в общем, для первого раза хватит, а мы с вами. Да, музыку я, конечно, Григорию Геннадьевичу оставлю. Нельзя заменять собой Григорию Геннадьевичу. Он, безусловно, сам подскажет все про музыку. Ну, трудно сказать. А в этом семерстве не в этом виду. А, правильно. Ну, правильно. Ну, вот, собственно, если есть вопросы о уточнении тех, значит, тем, которые я назвал, то я готов пояснить. Что я делал с этим видом. Тогда я об этом говорил. Ну, если так тема понятна, то... Эти видеозаписи можно у меня при необходимости переписать. Так. Ну, и понятно, что когда вы будете делать семинары, которые уже в этом семестре реферата, то вы можете, сможете пользоваться ее записями, которые насчет. Так. Великого фига, наверное, вы? Да, я полисую. Ну, вот так. Есть листочки мои, можете с ними обменяться, посмотреть. Там есть листочки явно пригласительного характера, вот, написанного на хорошем русском языке, а есть там конкретное содержание. И вот в содержании там перечислены весьма серьезные вещи, можете их посмотреть подробно. Вот. А рисуночки я нарисую вот такие. Будем ориентироваться на человека, который хочет подольше пожить. Вот. Вам, конечно, жизнь кажется бесконечной, но, тем не менее, нарисуем такое вот стремление, так? Вот. Которое вот он хочет, например, вот эту же, допустим, равнялась, как у Академика Непольского, превысила 104 года. Это продолжительность жизни. Вот знаете математика, которую прочитала первую лекцию по масс-анализу жизни в физтехе. Вот человек один жить не может. Вот. Разделение труда, холод, природа, неумение. И он вступает в общество. И в этом обществе есть богачи, есть бедняки, такое условное деление бедняки, так? Вот есть злодеи. Злодеи есть. И есть жертвы. Делены на четыре класса. Значит, не всегда можно четко одно от другого отделить. Но крайний случай легко распознается. Все эти люди хотят есть, обогреваться и защищаться. И они с положительной обратной связью в грызаются природой. 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 Это можно считать в скалярах сокращение жизни. Допустим, на год, на два, на три. Благо обычно попадают богачам, директорам, владельцам. Но в любой устойчивой, то есть в долгонаблюдаемой системе существует отрицательная обратная связь. Допустим, налоговая или как сомалийские пираты, которая фунт богачей перечисляет часть благ бедняка. Это обратная связь отрицательная. Стабилизирует. И в любой долгонаблюдаемой системе ущерб, естественно, приходится на жертв. Но в устойчивой системе есть отрицательная обратная связь, которую часть этого ущерба переносит на злодея. Допустим, уголовный корпус. Это будет тоже ОС меньше нуля. То есть в системе имеется один активатор и два стабилизатора. Ну, плюс к этому, возможно, обмен ущерб с соседями. Ущербом, допустим, с Соединенными Штатами или с соседней инфузорией. И обмен благами тоже с ними. С соседней клеткой, с соседним кроликом или с соседом подачи. Вот, значит, это связь с внешним миром. И для того, чтобы вот в эту систему включиться, по возможности ей управлять и долго прожить, человеку нужны умы. Ну и воли. И вот за умом он приходит на физтик. И тут второй рисунок, вот последний. Чему учат на физтике? Там вот написано, а сейчас я нарисую, чему учат. Устроим классификацию наук, разбив их сначала на две группы. Это науки, это о процессах и о системах. Разные науки сейчас поясню. Науки о процессах хорошо знакомы, будет всего три. Это физика, это биология, это мыслевидение. Это моё слово, которое я придумал, чтобы включить туда математику, лингвистику, информатику, философию, психологию, религию. То есть наука о мыслях. О том, как они перемещаются, квантуются, кластеризуются, устойчивость мыслей. А здесь пойдут науки о системах. Их будет четыре штуки. Четыре штуки. Первое – это природа видения, то, что было до нас. Природа видения. Ведение. Дальше общество видения – это когда возник человек. Ведение. Человек, значит, делает технику, это будет называться техноведение. Эта классификация довольно известная. А четвёртая наука, я обозначу наук обо всём. Или жизнеустройство, или мироустройство, как вам удобно. Устройство. Вот физика присутствует здесь, присутствует здесь, присутствует здесь. Да, да, да. Биология присутствует здесь, присутствует здесь, присутствует здесь. Мысли, видите, присутствуют здесь и здесь. И вот на пистихе довольно хорошо учат физики. Это процессы с довольно простыми элементами, с атомами, скажем, и с этим дело поставлено неплохо. Биология учит хуже, но тоже учат это процессы с простейшими живыми образованиями, вирусами, клетками. Вот. И вот физик, будучи совестным по процессам, все-таки окажется полностью беспомощен, если он предложит построить атомную автостанцию. Здесь нужен системщик. Ну, типа Курчатова или кого-нибудь еще. И точно так же биолог, он крайне редко может вылечить человека. То есть медицина системная наука, а биология наука процессов. И мыслеведение тоже вот наука о мыслях, как они уходят. Вот закон о мышлении, фирософии, логика. Ну, достаточно слабо связанные. Допустим, мыслеведов спроектировать общество, я бы не согласился ему это одному поручить. И вот эти вот все науки есть. Таким образом, вот этот квадратик надо поставить на голову вот этому человеку, вот этому молодому человеку, так, и чтобы он его освоил. Прородоведение учат на физтехе. Трухан, это экология. Так, не очень. Техноведение учат, но на разных факультетах в разделе. Так что студент не имеет представления о технологиях, что можно вообще сделать и какими-то с какими средствами. Ну, а общественное ведение учат очень плохо. А техноведение Гладун читает? Да, Гладун читает прекрасный курс применения высоких технологий. Что-то вот этого, да? Гладун, то есть физические основы технологий? Физические основы технологий, Гладун. Совершенно замечательный курс применения. Гладун, то есть, кафедра физических. Да, совершенно верно. Ну, и такой, иногда попадается Суханов, который читает «Общий взгляд на физику». Я его не раз слушал, тоже с кафедрой физики. Гладун, это где-то в Фалте? Я слушал на Фалте. Но он, возможно, он где-то достижим, он появляется и общается с Гладуном конкретно. Это сухарев с кафедрой физики. С кафедрой общей физики. Да, это не с вашей, это кафедрой общей физики. Ну, и жизнеустройство, это наука обо всем, то есть, как строить систему, и этому институт не учат вообще. По идее, вот этим делом должны заниматься гуманитаризм, или, как я их называю по-русски, людоведы. Вот, но людоведы, они никогда не работали с измеряемыми величинами. И в этом их недостаток. Теперь, значит, вот, это вот, как жить и как учиться. Ответ такой. Ну, и теперь, чтобы не казалось, что я философ, но в маше время это почти оскорбительно. Вот. И, значит, в том, какой будет примерный аппарат. Я буду рассказывать об энтропии сложных систем. Ну, скажем, вот, примерный график такой, энтропия от энергии, он примерно вот такой. Так, вот система с конечным уровнем энергии. Так, и здесь, значит, получается, что, если температура определяет единица на Т, как это будет, это самое будет, ДС равняется, да, это будет, значит, ДЕ, ДЕ, да, ДС по ДЕ, да, ДС по ДЕ. Если температура так определяет, это общее определение, оно иногда превращается в средний энергий молекул, но не всегда. То вот система четко делится на систему с положительной температурой, когда у нас при получении энергии, допустим, из твердого вещества получается газ, и системно-сорицательной температурой, которая, значит, приходит, когда получение энергии тратится на упорядочение системы. Допустим, построение народного хозяйства на нефте и металлах. То есть система умная, которая за счет получения энергии сама себя упорядочит. Я покажу, вот это, скажем, ну, грубо говоря, там, это вот, типа, Скандинавия, это Россия, это США. Вот, значит, я покажу, что низкая энтропия не всегда хорошо, потому что у энтропии есть один максимум, но много минимумов в углах, как вы знаете, так вот. И минимумов очень много, все разные, и вот выбирать их довольно сложно, низкая энтропия не всегда хорошо. Приду к примеру системы, в которой нулевая энтропия, то есть имеется ровно по одному человеку, который один умеет читать, другой писать, третий говорить, четверо пусеет, значит, пятый вводит машину, шестой класс кирпич, седьмой поднимательной земли. В общем, при выходе из строя одного из них система рушится. Вот, я расскажу, как строить систему с оптимальной энтропией, где-то вот с такой энтропией, так, значит, которая достаточно устойчива, которая допускает достаточно большое количество микросостояния, и которая, тем не менее, достаточно эффективна по добыче мер неизбежной среды. Приведу пример таких ситуаций. Вот, что касается вот теории энтропии. Я покажу, что цена эквивалентна обратной температуре. То есть цена в экономике, она эквивалентна обратной температуре, и тоже является множителем на грандже при минимизации, а деньги эквивалентной энтропии как свободный выбор. То есть, когда много денег, много энтропии, выбирают любой вариант, когда пошел накупил, энтропия уменьшилась, свободы уже нет. Вот. И вот, значит, это, что касается энтропии. Теперь, значит, второе будут кинетические уравнения, о которых немножко говорил Юрий Николаевич, но они примерно вот такие. Значит, в ТМ3 я нарисую уравнение образования демера. Значит, вот газ, допустим, азот, в котором мы находимся, это не азот, это смесь газа. Там существует порядка процента демера, то есть эти вместе, эти молекулы азота, они вместе вот взлетаются. Вот. И вот, на самом деле, вот пусть Н1 это атомы одного рода, Н2 от другого рода, Н3 это демер. Значит, минус бета-3Н3, так? Это вот, это скорость распада демеров, а это скорость из атомового рода. Ну, и, соответственно, Н1, они рождаются как-то, значит, альфа-1 отняли, бета-1, они как-то умирают. Так? Значит, они как-то вот уходят на, уходят, они, значит, на это самое, это будет, что? Это будет минус, да? Альфа-3, Н1, уходят на образование демеров. И возвращается, ну, это распад. Плюс бета-3Н3, так? Плюс бета-3Н3. И в частицу второго сона. Вот. А у меня, значит, альфа-2 минус бета-1, это коэффициент рождаемости и смертности. Значит, Н2 отнять альфа-3, Н1, Н3, Н2, Н3, наверное, Н2, Н3, плюс бета-3 на Н3, так? Ну, еще они могут, например, вести друг с другом войну. То есть они могут уничтожать друг друга. Вот это где-нибудь в иммунологии, так? Минус, значит, гамма, ну пусть даже у них равная вооруженность. Ну, гамма-2, пусть разная вооруженность, так? И вот эта система образования демеров, можно смотреть ее в положение равновесия. Ну, почему я написал? Потому что я буду применять ее к образованию атомных кластеров, то есть атомных структур, вот сипа демеров, азотов. Вот это новая физическая теория довольно интересная. Тимеры, тримеры, там двадцатимеры есть, потом они начинают распадаться. И эта штука влияет очень сильно на деталек из газа. На базовые переходы, испарение, конденсацию. Вот, я буду рассказывать о применении к живым клеткам, допустим, к гаммунологии, так? Вот там, где антитела с антигенами. Ну, и наглядный пример, это межполовые браки. То есть, это один женщина, и два мужчины, и три это браки, например. Так, равновесие, и вот в этом пространстве тоже спокойно описывается этим. Ну, и также геополитические субъекты, которые могут пойти к уравнению, есть. Вот как раз эта вот природа очень экономна. Она заходит крайне мало уравнений. И вот, на самом деле, если внимательно посмотреть, то на разных уровнях, значит, на разных уровнях, так, значит, это самое, механизмы, ну, если смотреться, по всей видимости, одни и те же. Вот, то есть, очень мало, слишком мало законов. Вот, это я расскажу теперь, какие еще. Значит, я расскажу о механике разрушения. То есть, как вот разрушается система, уравнение писать не буду. Как в ней накапливаются повреждения, вот, как в ней повреждения, зависит от, там, объема, от связи. Вот, то есть, у нас, ну, основное уравнение такое, это, значит, там, S от T, плюс DT, значит, минус, это S только маленькая, вряд ли свыше. Минус S от T, так, значит, равняется S от T на единиц, минус P DT. ДТП, это погибнуть, погибнуть в единиц в риме. Вот это вот теория, ну, это вход в теорию разрушения систем, причем всех систем. И машиностроительных конструкций, с которыми я работал, и общественных, и государственных, вот такие разрушения будут. Значит, будет, будет еще что? Ну, в качестве такой мелкого элемента я покажу, что почти везде есть своя скорость света и свой порог энергии. Ну, порог энергии, допустим, камень и стекло, так, то есть, без порог энергии, без которого, с этой постоянной планкой, без которой камень не эффективен. Ну, а насчет скорости света, то есть, я долго буду гнать велосипед, но вот выше, там, 50 километров, но никак не разгоняю, невзирая на огромное количество движения. Количество движения огромное, а скорость, так сказать, предельная есть. То есть, в каждой системе есть предельная скорость, и скорость света не есть единственное исключение, которое наблюдаем в общей вероятной осенью. Есть предельная скорость роста экономики, сколько у нее не вкладывает, так, есть предельная скорость движения автомобиля, самолета и так далее. Это просто ксом. Ну, еще, что я забыл, значит, я сконструирую оптимальный уголовный кодекс. Это вот совместная работа с Шеей Николаевичем Орловым, который, значит, находит пути в умы людей, так, я сконструирую оптимальный уголовный кодекс. Он будет выглядеть вот так, значит, опять-таки, без расчетов. Жесткое наказание. Это есть, насколько я сокращаю жизнь злодея через тюрьму, а это, насколько он сокращает жизнь мне с помощью акта злодеяния. Вот. А здесь будут суммарные потери общества. Минус сумма, дельта и житая, и плюс дельта житая. Так по всем, и по злодеям, и по жертвам. Ну, и ясно, что есть минимум. Минимум потерь. Вот говорят о сбережении народа, типа люди-служеницыны. Люди-служеницыны. Но это вот спокойно формализуется. То есть, если никого не наказывать, убрать милицию с улиц, то, конечно, злодея изничтожат всех законно-послушных медных людей. Если, наоборот, за матерное слово в трамвае сажать в тюрьму, они там все погибнут. То есть, есть явный оптимум, явный минимум потерь населения. Ну, и последнее, пожалуй, да, пожалуй, последнее, что я хотел святить, чтобы не слишком здесь увлекаться. Вот, значит, я вам расскажу об оптимальном налогообложении. Вот это очень интересная. То есть, идея такая, то есть, исходя из интереса большинства, которые хочут быть на ПНЖ в России, значит, надо связать всех в одну семью. А в одну семью связать можно, то есть, ввести только одним способом, чтобы, значит, доход одного был жестко связан с доходом другим. Он может быть больше, больше, может быть во многом больше, но чтобы обогащаться, можно было только вместе с другими. Вот. И здесь вот есть своя теория, тоже я расскажу. Значит, она выглядит так, что если у тебя сюда отложить социальное расслоение, вот К, это количество порций, которые дают человеку за выход на работу, добавляют. То есть, не работая, он получает одну порцию. Одну порцию. И я не обозначу, вот скажем так, вот, что потребление гарантированное с чертой, так? Вот. Потребление гарантированное с чертой. Одну порцию получает. А если он вышел на работу, он получает К плюс 2 порции. Добровольно. И тогда возникает тоже оптимизационная задача. Ясно, что если К равно нулю, то никто на работу в среднем, статистически, исключая ШУ, не выйдет. То есть, никто ничего не произведет, и пока будет равняться нулю. Если К повышать, народ потянется на работу. Будет производить, производить. Но если К повышать еще дальше, то половина народа выйдет на работу, и неработающим не оставит ничего. Пол населения сдохнет. Вот. Таким образом возникает оптимизационная задача, оптимальное социальное расслоение. Это формализация общественного блага. Вот. Это разводение. Его, в принципе, можно посчитать. Я его, правда, не считал, но по некоторым оценкам для России от 10 до 100. То есть, например, вот каждого студента, наверное, устроит стипендия в размере 1 сотая дохода Дерипаски. Нет, вы можете возражать, но, по крайней мере, вот это, по крайней мере, спаяет Дерипаску и вас в одну семью. То есть, он сможет обогатиться в два раза, только повышав вашу стипендию в два раза. И не иначе такое. И вот это вот как раз создание единой семьи. Вот, значит, пожалуй, все вот идеи, основные идеи, которые я в курсе, в своем безразмерном курсе, значит, длительном, длинном курсе постараюсь осветить. Ну и, значит, выдан напоследок слава таких вот коротких стихотворных рекомендаций, что это вот, чтобы, потому что я иногда работаю в жанре высокоточной поэзии, там, ну, в жанре, там, Пушкина, не надо говорить на разуме, Блока, там, Чучева, это Хлебникова. Это жанр, не величина, а сравнение просто. Вот, жанры Маркса, Христа, Конфуция, вот, и так далее. И, так, вот, тут, получается, нет, Конфуция из России, вы что, говорит, его учили, такой многоученый? Нет, говорит, я просто соединяю все со всем. Это именно цитата из его ответа. Вот, и, значит, я просто выскажу, ну, вот по поводу оптимизации вот этого, значит, вот такое стихотворение. Россия, над тобой проносятся шторманы, вздымаются бугры цивилизации, хранив в союзе всех тех, кто не сошел с ума и от вождей сумел продажных отвезнуться. На нашем теле формы раны глубоки, и формула спасения просится на знания. Все сильные и все не дураки, обогащайтесь, но лишь вместе с нами. Это вот иллюстрация к этому, к оптимальному благообложению. Ну, и последнее, чтобы жизни продлились у нас, береги их, береги их, так, береги их, и делай детей со страной богатей, то есть увеличивай богатство страны, но не больше других, чем в сто раз. Вот это все. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Аплодисменты. Да, разумеется вопросы. Оптимально, когда совершается какая-то часть преступления. Вы говорите, что или будут все посадить, или будет сшать никого эта крайность. Получается, какая-то часть преступления должна совершаться в обществе? Какая-то обязательно должна осуществиться? Потому что какая-то часть преступлений должна совершаться. Они обязательно будут совершаться. Более того, в этой простой модели, которую мы Алексею Николаевичу публиковали, написали, там получается протоксальный вызов, что чтобы потери народа были минимальными, надо всех регулярно бить по голове, не нужно. Вот там есть такое решение. С одной стороны, это смотрится дико, а с другой стороны, это совершенно необходимо, потому что возникает соблазн мелких злодействов, совершенно незаметно. Там краж, там всяких пакостей. Из-за этого народ раньше несет большие потери. Ну так за тебя бить что-то, на самом деле. Но каждому надо немножко бить, что, впрочем, не так уж далеко от жидейской практики, начиная с детства. Поэтому преступления, они совершаются и будут совершаться, и с ними ведется борьба. В Китае отстреливают там где-то по тысяче людей в год, значит, где-то сажаются. Они всегда будут. Нельзя говорить о том, что не будут совершаться преступления. Они всегда будут. Но вопрос на том, что возвестись отменить. Теория направлена на это. Всегда будут преступления. И, значит, и тут еще вот того же Конфуция, я процитирую, что надо начать с исправления слов. Потому что если вещам даны неправильные имена, то будут неправильные действия. Например, не надо бороться с коррупцией. Бороться надо с чрезмерным обогащением. Это куда проще и эффективнее. Вот поэтому оптимальный главный год для тебя принимают за гонки. У нас, конечно, все это перевернуло, довольно далеко. Ну, еще там можно концитировать еще давний маркетбэнер, что если мы украли, значит, там, колбасу вас посадят в тюрьму. А если вы украли миллион, вас посадят в Канель, это, значит, известно, это наблюдается. Но это только пескуру. Вам стать, вам войти в правильщая команда «Блогой России», больше никому. И вам-то не-нет. А я могу работать в «Рангентайном совете». Хороший день. Еще вопросы есть? «Наверный советник, это был генеральский чин.» Это генеральский чин. Я, так сказать, не отказывался. Еще вопросы есть какие-нибудь? Значит, в курсе будет и математика, и вот системы. Что вы видели? Больше говорить не буду. Приходите, Михаил Геннадьевич разрешил, значит, и на те же услуги будет зачет. Но это тоже не халяв. Все? Спасибо. А у нас на семинаре вы не отдельно откладываете. Ну, это как получится, Михаил Геннадьевич. Вот я бы сделал, вы мне разрешили сделать некоторые введения, круг идей, так вот? Но я вот как мог постараться. Здесь вроде бы, да. Ну, и еще, конечно, да, я хочу добавить к этому, что есть еще вот тоже, вот к этому построению общественных структур, важно добавить очень важную штуку. Вот если национальное богатство, допустим, страны, ну, России, там, или богатство физтеха, ее можно измерять в чем угодно, в килокалориях, в углях, вот. Вот. И вот со стороной богатей это означает, что эта штука должна быть неотрицательной. Вот. Значит, последние 20 лет мы наблюдаем резко отрицательные значения этой величины. И когда некоторые спрашивают, какой у нас строй капитализма или капитализма, я отвечаю, растащизм, это вот наш строй сейчас. Поэтому надо, значит, внешний обмен, внешний обмен перетянуть вот за счет этого. А почему это происходит? Происходит это по очень сильной причине, вот, о которой редко говорят. Дело в том, что если написать рентабельность, сейчас мы ушли экономику, это будет выручка, минус издержки, и, значит, поделить на издержки. И учесть закон, что, значит, капитал течет, поток капитала пропорционен градиенту рентабельности, а поток товара, в том числе и рабочей силы, пропорционен градиенту цены, вот, то и построить график рентабельности на сфере, сферических координатах, то минимум будет в Антарктизе, а следующее минимум будет в России, и потом в Северной Канаде. И по этому закону все, благо, будут вытекать и вытекать из России при открытой границе. Это настолько мощный фактор, который не зависит ни от воли президентов, нет желания там народа, так? Открытые границы приводят к опустошению России. У каждой страны есть характерная скорость полного опустошения, это такой физический параметр. Для Молдавии это месяц, для Украины это год, для России это 10 лет. На Молдавии и Украине это уже убитель, Россия большая, мы наблюдаем, но я думаю, что вы это увидите. Я просто хотел бы, чтобы вы это увидите. Вот, как они в свой фитинге говорят, я артебист, а скоро умру в Украине, в Москву. Но это не для вас. Вот, поэтому вот эта вот страшная штука, вот эта минимум рентабельности в России. А понятно почему, это, наверное, объяснять я не буду, но как-то объясню. То есть холодно, значит, почва неплудородная, дороги длинные, морей мало, здания надо класть, вот два кирпича, так сказать, отопление, значит, водка, вазники, вазники. Так, все это очень дорого сравнить это с юго-восточным Китаем. И практика показывает, что невзирая на этот большой отрёп об инвестициях, все инвестиции неуклонно сливаются в юго-восточный Китай. Даже невзирая на волю этих Буш и Собамами, так, туда льётся, льётся и льётся. И по тем же, по тому же объективному закону, по общему закону системы, всё льётся и льётся. Ну вот, если я, так сказать, глуп, то скажите мне об этом, но с доказательством. Спасибо, может, ещё будет вопрос? Это как получится, потому что у меня, так сказать, сами понимаете, несколько нестандартная вот тематика, так и стиль. Поэтому это тоже как народ и пожелает. Но я приглашаю на свой свой вкус, там вот позже люди ходят, и, значит, его можно вот зачистить. Спасибо. Есть у нас ещё кто-то из преподавателей, кто хотел? А вот этот товарищ из Орден не выступит, нет, пригласите. Не хотите? Чего, не уйдите? Ну, чё, не уйдите? Ну, хорошо. Тогда, как и в прошлые годы, оставшееся время потрачу, ну, на некий вот полуфилософский по тематике доказательства. Но, тем не менее, связано с физико-математикой. Ну, сначала надо заметить, что, в общем-то, мы на физтехе изучаем одну большую физико-математическую науку. То есть, физматику, или как тут это можно правильно назвать. И применяем эту одну большую физико-математическую науку к разным отраслям науки и техники. В принципе, это на сегодняшний день мы имеем проблему, которая предсказывает проведение исследований и нахождение результатов уже проведенного исследования. Это задачи часто сравнимые послушности. И с этой точки зрения нам здорово не хватает взгляда на науку вообще. Вот, в частности, одно из достоинств его курса Михаила Алексеевича в том, что он пытается такой взгляд дать. То есть, он пытается дать взгляд на то, как надо устраивать жизнь. Это очень многоклановая проблема с хорошей физико-математической точки зрения. А вообще, по-хорошему, нам не хватает целой пирамиды обзоров. То есть, скажем, разные гуманитарии в своих гуманитарных вузах такое предмет, как концепции современного естества. в которых, в котором им дается обзор естественных наук вообще. В том, какие там есть идеи, какие там есть достижения и вообще что-то такое. Понятно, что когда учебники для этих курсов пишут в гуманитарии или в гуманитариях, то есть, с нашей точки зрения, может получаться просто смешно, но, с другой стороны, нам такой общий взгляд на естество знания вообще тоже не помешал. И, в принципе, это большая нерешенная проблема, написать, скажем, курс концепции современного естества знания для физико-математического. в языке, с уравнениями, с численными оценками, с отсылкой к применениям в науке и технике, так, чтобы этот курс базировался на курсах общей физики, на курсах высшей математики, теоретики, на тех общих курсах, которые вы считаете на физике. Такого курса нет. Точно так же было бы интересно послушать, скажем, курс обзор современного уровня техники. Я не знаю, как вы, а я лично не знаю, каков современный уровень техники. О некоторых отраслях техники я имею некоторых представлений, но в целом я не знаю, что сейчас возможно, что сейчас невозможно. И тут вот бывают иногда анекдотические ситуации, когда я спорил, скажем, с коллегой, о том, можно ли измерить радиационное красное смещение на перепаде высот порядка полутора-двух десятков метров. И мне обоснованно объясняли, что это невозможно, что это слишком высокая точность, слишком тонкий эффект, что при существующей точности измерения, это милость. Однако, на самом деле, это было поделено еще 60 лет. И точно так же и в других отраслях техники. Ну, нагляднее всего это проявляется сейчас, понятно, в информационных технологиях. Это что-то было пару лет назад последним писком, а сейчас это есть у всех у нас в Магине. И по-хорошему надо было бы иметь целую герархию таких обзорных курсов. В принципе, какие-то звенья этой герархии есть. Скажем, вы слушаете курс общей физики. Это обзор физики вообще. Потом, в факультетах, на базах, вы слушаете горе-омские курсы. Хотя, на самом деле, они тоже все обзоры. По крайней мере, факультетские курсы. А уже не обзорные курсы вы углубитесь на базах. Но, тем не менее, тут не хватает некоторых уровней этой герархии. И даже в той же самой физике обзоры могут быть очень разные, скажем. Игорь Николаевич может дать нам обзор современного состояния проблемы термогетов. И он уже такие обзоры нам дал. Над этим обзором можно надстроить обзор современного состояния энергетики в целом. Или, с другой стороны, тоже надо строить обзор современного состояния, скажем, ядерной физики. И, в общем-то, верхний уровень этой герархии. Это вот пример до того, что рисовал Михаил Алексеевич свои таблички. Природоведение, которое так называется в начальных классах школы. В гуманитариях называется концепция современного естества знаний. А у нас вообще нет такого предмета. Это что там дальше? Общество ведения. Общество? Общество ведения. Но то ли это общество ведения, что там может. Настоящее общество ведения, как обзорный курс, довольно-таки, обзоры демографии, включая математические и биологические аспекты этой проблемы. И обзор, так сказать, науки, как общественного явления и много чего еще, про что общество ведения в узком смысле обычно не бывает. Что там дальше? Техника ведения. Ну, в общем-то, про это я уже вспоминал. Но, тем не менее, при всем при этом, из всех этих предметов, на мой взгляд, физика и математика выделяются. Что физика и математика стоят отдельно от всех остальных наук. Они лежат в основе физтеховского физико-математического образования. И вот, собственно, основная моя тема состоит как раз в том, что это такое, что такое физика и математика, и чем они отличаются от других наук. Почему они такие замечательные? Ну, начну... Там еще русский язык, по ЯГЭ, ты не принимаешь. Русский язык. Русский язык. Ну, я буду говорить сегодня о физике и математике. На русском языке? На русском языке я буду говорить, но говорить буду о физике и математике. У вас тоже. Значит, сначала надо определить предмет одно и другое наук. Значит, предмет математики. Что такое математика? Математика – это наука о мышлении. Правый столбец моей скетки. Вы, конечно, можете сказать, что мышление бывает не только математическое, или что вы не считаете, что операции с формулами – это вообще мышление. Ну, тем не менее, давайте считать, что формулами мы тоже думаем. И то, что мышление бывает не математическое – это не вопрос предметов, это вопрос методов, которые мы применяем. Ну да, мы не можем все мышление описать как математическое. Мы как мы применяем. У нас да, вы спрашивали, что такое мышление? Это уравнение. Значит, предмет физики – это природа. Опять-таки, вы можете сказать, что физика описывает не всю природу. Но это только по стопку, поскольку не может, пока что. Но физика стремится описывать явление природы. И если как физика сможет описать какое-то явление природы, то это сразу окажется предметом физики. Поэтому по большому счету предмет математики – мышление, а предмет физики – это природа. Значит, метод в общем-то и в математике и физике в некотором смысле общий. Во всяком случае, в теоретической физике. Математика и физика – это науки о том, что можно понять из первых принципов. То есть, без размахивания руками, просто стартовав с каких-то понятных предпосылок, понять это в каком-то смысле до конца. Конец этот на каждом историческом этапе свой, но тем не менее. И, соответственно, если мы говорим, что математика и физика – это науки о том, что мы можем понять из первых принципов, это автоматически означает, что это самые простые науки в некотором смысле. Потому что то, что не может понять математика или физика, тем занимаются другие науки. То есть, тем, кто не может понять в мышлении математика, занимается, например, психология. Она занимается куда как более сложными вопросами, но куда как менее надежными. Аналогично, что не может разобраться физика, там занимается, скажем, биологией тоже. Объекты многократно более сложные, но методы существенно менее надежные. Но есть и общий о методах – это то, что первые принципы. Внимание из первых принципов. Различие в том, что математика – это наука чисто теоретическая. И поэтому это накладывает свой отпечаток, в частности, в чистой математике. Единственный критерий для математики, единственный критерий истинности – это непротиворечимость. Значит, математика – непротиворечимость. А единственный критерий истинности физики, поскольку физика – это экспериментальная, но у кого-то экспериментация. В принципе, скажем, при этом математика не обязательно, при этом для физики не противоречилась, в общем-то, не обязательно. И существующая на сегодняшний день теоретическая физика противоречит. Мы не можем покрыть всю нашу физику одной хорошей теорией. То есть, есть, скажем, общая теория относительности, а есть квадратная теория. И состыковать их мы с друг другом не можем. Каждая хорошо работает в своей области. Ясно, что они обязаны состыковаться, но как – никто не знает. Ну и кроме того, мы можем в каких-то узких областях всегда вводить какие-то феноменологические теории для данной конкретной системы, которые могут быть в чем-то противоречить даже фундаментальному признаку принципу физики, но если у нас есть какой-то критерий, как определить, где их можно применять, то нас это не беспокоит. Математика, поскольку там не противоречилась – это единственный критерий, это наука, которая всегда стремится к максимально возможной строгости. Ну, понятно, если других критерий нет, то что нам встретиться? И поэтому математическая строгость – это, в общем-то, образец для строгости в любой другой науке, но на самом деле и в математике строгость бывает не абсолютная. То есть, скажем, в основаниях математики есть такие шаткие понятия, как понятие доказательства. Что такое доказательства? Строго определить невозможно. По бесконечности в математике тоже существуют всякие тонкости. Существует там парадоксия в теории множеств, математической логики. С этими парадоксами умеют бороться, но иногда с ними бороться так эффективно, что вместе с парадоксами убиваются много интересных теоремок. Поэтому, на самом деле, математическая строгость тоже не абсолютная. Но лучшая строгость, чем математическая, на данный момент нет. Но надо заметить, что это чисто. Я говорил сейчас о чистой математике. А есть математика прикладная. Если математика прикладная, то там появляются другие критерии. Отличные от критериев неприкосленности. В прикладной математике появляются критерии, связанные с приложениями, в том числе критерии соответствия с предметами. И тут уже в прикладной математике мы можем про непротиворечивость забыть в какой-нибудь смысл и существенное условие требования непротиворечивости оскорблениях. И когда, скажем, вы занимаетесь такой вычислительной математикой, то если внимательно посмотреть, то вы там тоже доказываете теорему, там оцениваете, скажем, устойчивость каких-то алгоритмов, но при этом вы часто какие-то тонкости опускаете. Вы делаете какие-то рассуждения со строгостью, достаточные для приложения. Но это почему? Потому что вы всегда можете попробовать данный конкретный алгоритм, посмотреть, работает или не работает. И если окажется, что не работает, тогда вы вернетесь и будете копать дальше. Будете смотреть. То ли вы не учили конечность разновидной сетки, то ли вы не учили еще какую-нибудь мелочь, как вам поначалу касалась. В физике похожая ситуация, только наоборот наблюдается в области, так сказать, очень высокой теории. Вот не умеют теоретические физики построить квантовую гравитацию, а хочется. И они начинают уже при таком. Теорию суперструн, какую-нибудь еще М-теорию, К-теорию, аксиоматическую теорию поля, и при этом они уходят настолько далеко от эксперимента, что проверить это с помощью эксперимента иногда невозможно. Но если дает теория, так сказать, нетривиальное экспериментальное предсказание для частиц, разогнанных до энергии планка, энергия планка, это примерно 10 минус 5 грамм, если пересчитать или единицы массы. Капельку воды такой размера, примерно одна треть миллиметра в диаметре, вы можете невооруженно мыла завалить. И вот если разогнать одну частицу такой, то вот скажемте, уже суперструн даст вам интервиальное предсказание. А тут современным ускорителям до этих энергий не хватает десятка или полутора порядков. Понятно, что тут можно делать какие угодно предсказания, но эксперименте не про это. и поэтому тут на первый план опять выходит чисто математический критерий на противоречность. Ну, только есть еще какие-то различные условия, чтобы хотя бы на нормальных энергиях это можно было так, или всяк, или привести в какое-то соответствие с обычной физикой. Но, тем не менее, тут уже теоретическая физика превращается в математ. А в прикладной математике наоборот, математика превращается во что-то в подобие физики, в чем-то даже эксперимента. Так. Ну, понятно, что поскольку и физика, и математика это науки о том, что можно понять из первых принципов, то понятно, что математика это естественный язык физики. Что понять из первых принципов это собственно и означает понять на математическом мероприи. Формулировать это тематически, но, в общем-то, свести к какому-то достаточно ограниченному набору положений, которые мы считаем простыми. в общем-то, он, наверное, договорится и скажет, что если вы подойдете рассказать о том, что такое математика и физика кого-то другого, то он может рассказать что-то совершенно другого. Потому что рассуждения о том, что такое математика, что такое физика, они сами ни к математике, ни к физике не относятся. Скорее, они относятся философия, чем к математике или физике. А поскольку философии нет таких стройных критериев, то и тут каждый волен рассуждать то, что вырастет. И какой критерий в рассуждениях о том, что такое физика или что такое математика. Критерий здесь совсем другое, критерий плодотворности. Если та точка зрения, которую я развиваю, хотя бы в каких-то случаях оказывается плодотворной, то есть полезной, она подсказывает какие-то интересные мысли. Такая точка зрения. То значит, такая точка зрения имеет право на существование, но она не исключает какую-то совершенно другую точку. Скорее, как говорил Дмитрий Владимирович Дмитрий Мишев, математика это точно занимается математикой. Переходируя. Пожалуйста, это тоже точка зрения и тоже по-своему плодотворный. Он правда это говорил по геометрии. Геометрия это то, чем занимается йодом. Это некое определение. А он не определил множество йодом. Кстати, Владимир Игоревич Армольд, у него свое понимание математики. Он объявляет математику разделом теоретической физики. При этом считает, что численный эксперимент это частный случай физического эксперимента. И в принципе такой взгляд тоже возможен, тоже в чем-то плодотворен. хотя же в чем-то не соответствует тому, что вы предлагаете. Давайте посмотрим, какие следствия следуют из того понимания математики и физики, которые я вам сегодня говорю. Есть следствия разные. Например, есть следствия такие, отчасти методические, отчасти даже педагогические, что физик, теоретик, а также математика в процессе обучения и работы пересоздают свою науку. Пересоздают с нуля от печени. Это первое принцип. То есть если вы изучили специальную теорию относительности, то это означает, что вы ее сами пересоздали. Может быть не совсем сами, может быть с подсказкой, но вы проследили весь этот процесс и убедились, что да, все чисто. И в этом смысле, после того, как вы изучили специальную теорию относительности, вы, так сказать, в этом отношении стали вровень с Эйнштейном и Фолькера. Вы тоже эту теорию сами создали. Вы ее создали не первым, но что хотите. И в принципе это некий критерий, того, что физик, теоретик или математик компетент в какую-то область. Область компетентности это та область, которую человек сам собрал своими руками. С физиками-экспериментаторами здесь сложнее. Понятно, что провести лично экспериментальное обоснование современной физики одному человеку не подсидно. Поэтому если математику, теоретическую физику люди пересоздают индивидуально, то экспериментальную физику люди тоже пересоздают постоянно, но делают это не индивидуально, а коллективно. то есть ежедневно в результате набора данных на ускорителях физическое сообщество перепроверяет огромную точность специальной оперативности. Ежедневно в процессе проведения опытов в нелитивистской области мы перепроверяем обычную нелитивистскую механику теорию в области. И индивидуально или коллективно физика и математика это науки, которые постоянно сами себя пересоздают, пересобирают. Это обычный рабочий процесс физики и математики. По крайней мере в современной физике и в современной математике. И вот эта постоянная пересобираемость физики и математики она приводится к целому ряду особенностей уже так сказать следующее порядок. Ну, например, есть такая особенность физики и математики как своего рода внеисторичность. История физики и история математики сами к физике и математике не относятся. Это отдельные науки. Гуманитарные. Хотя, конечно, занятия историей физики и историей математики требуют определенного представляя физики и математики. Но обратное, вообще говоря, не это. Вы можете заниматься математикой и физикой не зная историей этих наук. Хотя, конечно, знать историю физики и историю математики полезно. это очень поучительно. Это может подтолкнуть какие-то идеи, до которых вы бы сами не дошли. И хотя современные монографии учебники содержат то, что надо знать физику и математику, не обращаясь с первоисточников, но порой это может отпустить какие-то соображения, которые натолкнули людей на мысль. И с этой точки зрения, для того, чтобы учиться мыслить, классические статьи иногда полезно перечитывать. Но тем не менее, в некотором смысле физика и математика не историем. Если, скажем, историка, занимающегося древней грехи, который не читал Неродот, можно этим устыдить, то физика, который не читал Ньютона или Эйнштейн, этим устыдить нельзя. Зачем нам читать Ньютона, когда у нас есть Сеухи? Зачем нам читать Эйнштейна, когда у нас есть Ландшин? Тем более, что в тех обозначениях, как писал Ньютон в своем математическом начале натуральной философии, сейчас никто не работает. Он их вообще писал в подражании Евклину, пытался формулировать теорему по опросу Евклиновой геометрии, и формул там, в виде ебрических формул практически нет. С исторической точки зрения это интересно, но для работы это необязательно. Отношение к авторитету. Понятно. Если вы изучите специальную теорию относительности стали в этом отношении на равне с Эйнштейном, то авторитеты вам не указаны. Вы сами эту теорию создаёте. какие тут могут быть авторитеты. Любой авторитет с вами стоит в той области, в которой вы компетентны, в которой вы сами пересоздали, с вами стоит на одном уровне. Он эту теорию пересоздал своими руками, вы ее пересоздали своими руками. И вы можете с ним содержательно обсуждать тонкости этой теории, но давить вас авторитетом практически невозможно. Подумеется, если вы чувствуете себя уверенно и компетентно. ну и соответственно уже в свою очередь из этого что следует? Вот типичная ситуация, приходят некие самоделки, какого-то самоучива, который создал свою собственную альтернативу невелико-динамику. Я не знаю, вам, может быть, с такими сталкиваться еще не приходилось студентам. Скажем, мне приходилось время от времени разбираться с некими текстами, которые мне подкидывали на отзыв. И, в общем-то, стандартный вопрос изобретателя новой физики очередного к математику или физико-теоретику такой, что вот он тут вроде бы совсем разобрался, но ему немножко не хватает математики. И, в общем, стандартная просьба помогите разобраться с математикой в обмене на то, что с вами поделится мобильская премьера. Вот мне такие предложения время от времени поступают. Помогите разобраться с математикой, а проехать, походу, делает Горас, Эйнштейн и еще куча народа, я еще был на докладе докладчика питерского профессора попросили написать Габельтониану. А он имел чин-генерала и сказал Габельтониан секретный. Это были я вне Габельтониан и Беландар. Так что честный ответ самоделки, который пришел с такого рода просьб состоит в том, чтобы сказать что изучайте математику и сами развивайте. Потому что если математика это естественный язык физики, если хотите родной язык физики, то если вы не можете сами перевести свою теорию на математический язык, значит вы отстали ну на сколько? Ну лет на полтора. Фарадей еще мог обходить картинку силовых растений сейчас уже такое к сожалению в большинстве случаев не проходит. Так, ну опять-таки о признании ошибок. Ну физики, математики тоже люди совершают ошибки. Но если ошибку совершает историк, то он часто имеет возможность почти неограниченно долг и употребляет. Значит физику или математику как правило можно доказать, что он совершил ошибку. То есть это в общем-то более или менее отработанная у сообщества физико-математического процедура. То есть проверили доказательства, проверили эксперимент, смотрели, сходятся, не сходятся. И при этом поскольку физика и математика постоянно пересоздаются, пересобираются как индивидуально, так и сообщество, разные пуски по-разному, если человек упорствует к своей ошибке, то он просто из этого процесса выпадает. Люди пересоздают его раздел науки уже без него. И он со своей ошибкой остается вариться в собственном собаке. Поэтому настоящий физико-математик до тех пор, пока он работает ищет ничего, он должен быть готов признавать свои ошибки. Но еще и тоже есть еще такой миф входящий среди самоделкиных дилетантов миф об упущенных возможностях музыки. О том, что вот если бы тогда кто-то там, Ньютон, там, или Максим, или кто-то еще не увели физику вверху к пути, или в современном пути, то тогда физика была бы создана совсем по-другому. А сейчас эта возможность уже упущена. Ну, что тут можно сказать? В большинстве случаев такие упреки это просто не обосновлено. А в тех случаях, когда указывают какую-то возможность, мимо которой физика и математика действительно прошли, эта возможность вовсе не является упущенной. Поскольку физику и математику так регулярно пересобирают, вы всегда можете пересобрать ее с учетом этих якобы упущенных возможностей. Если эти возможности того стоят, значит они интегрируются в науку. то есть в общем-то начиная с начала 20 века примерно для физики и для математики и для математики может быть и раньше пересмотр основ науки это рутинная процедура. Может быть я немножко утриру, но в некотором отношении эта процедура в общем-то нормальная часть научной педовой пересмотров это кстати особенность в физике и математике вот такое ежедневное перебряхивание основ скажем у тех же историков не принято а тем более у богов религия не претендует без наук так что мы ее сейчас не обсуждали есть еще опять-таки такой вопрос что что происходит когда физики или математики лезут в не свое дело в капчиках тут надо понимать что является делом физика и математика если они способны что-то понять из первых принципов значит в принципе у физики есть еще такая особенность что в принципе любое измерение в любой науке это физическое измерение других измерений кроме физических и гонок конечно это может быть какой-то сильно редуцированный случай когда скажем измерение в демографии пересчитают людей относящихся к определенной страции но в принципе это тоже физический процесс и это некий простейший случай если вы не знаю что даже и он совершается с ошибкой да или если вы в биологии меряете температуру хотя бы свое собственное то вы ее меряете с помощью физического полюбора даже пересчитать людей нельзя это какой процесс математический или физический пересчет людей по дологам математический так что в общем-то поскольку любое измерение является физическим получается так что физика это еще и наука которая обслуживает все другие все другие экспериментальные а математика это тоже наука которая обслуживает все другие науки но в другой точки верения построения теории и если соответственно физике и математике свойственно поглощать кусочки других наук вот скажем была такая формальная логика она была благополучно поглощена математика то есть аристотельная логика это счет двоичный счет логического позиции сейчас вот как математическая логика она имеет свое место внутри математики но с другой стороны есть некоторые логики которые скажем так строго не формализованы которые еще этой судьбы пока что избежали физике тоже свойственно откосывать кусочки других наук вот скажем спектроскопии первоначально спектроскопия была создана Бундином и Кирогом Бундин химик Кирогов физик ну Кирогов как физик предоставил способ измерения спектроскоп а Бундин соответственно вносил под пламя Бундин ускороел разные вещества и смотрел какие там спектры ну и поначалу это было на уровне ботаники какие линии какому элементу садикса в начале 20 века начинает зарождаться квантовая механика и уже до того как квантовая механика была полностью создана Боровский атом который на самом деле не атом Бора а атом водорода как нам известно и уже оказывается что вот это этот кусочек химии от кушек физика эти спектры можно рассчитывать а по измеренному спектру можно наоборот решать задачу в противоположную сторону что-то узнавать о физической системе конечно где-то по историческим причинам спектроскопия может относиться не к физическому а к химическому культиву но тем не менее это тот кусочек который взяла себе физик есть и совсем радикальные примеры когда например физика откусывает кусочки от областей которые традиционно относятся к хриму скажем теория расширяющейся вселенной описание вселенной в целом стало возможно после того как возникла общая теория относительности и тут физики основательно потоптались на традиционную черную боль после чего что делают представители других наук или областей им остается только воспринять новые инструменты которые принесли физики ну и даже если это богослово то они если это богослово не оболтелы обычно находят способ выкрутиться и отдать физику физиков оставить бог бог тем более что всегда остаются какие-то щели куда они могут лезть и всегда у них достаточно гибкий язык чтобы перетолковать то что оборужили физики в духе скажем священного писания в качестве некого хулиганства разберу вот такой пример как новая хронология создаваемая Анатолий Тимофеевич Мфоменко его ругают значит за что его ругают за что его можно ругать за что его на самом деле умывается значит ну прежде всего это классический случай когда физик когда математики и физики лежат в то что считается нигде в данном случае в общем-то некоторые из их положений очень хорошо ложатся в то что я вам сегодня говорил а именно в чем состоит наверное главный призыв в котором Фабенко обращается к историкам что физики и математики регулярно пересобирают свои навыки пересматривают их основы давайте пересоберем историю посмотрим что получится пересоберем от самых основ то есть заново перечитаем все первоисточники посмотрим откуда эти первоисточники взяли как было найдено слово Павку Игореве как был найден Иродот как Петра нашел Плутар и нашел или сам написал зададим все те вопросы которые задавались на заре истории как науки и снова к ним вернемся на новом уровне знаний и снова не инструмент в том числе инструмент взятыми из физики и математики например Игорь Николаевич упоминал статистический анализ текста очень мощный инструмент которого не было во времена который историк наук или астрономик историки использовали астрономические датировки еще во времена Кеплера по просьбе историков выполнял внутренние начисления и даты исторических событий согласитесь что мы сейчас знаем астрономию лучше чем Кеплера что на самом деле законы Кеплера это приближенные законы феноменологические планеты движутся поедутся вокруг Солнца только если пренебречь влиянием других планет влиянием прерывных сил и влиянием эффектов общей теории относительности и тут можно наверно еще поперечислять может быть я еще что-то забыл и поэтому значит задача поставлена абсолютно правильно далее если смотреть то что пишет Фоменко его групп то книги делятся на объем это глянцевые книги в которых нет фон и книги в более скромных обложках в которых есть фон собственно читать надо те книги в которых есть фон особенно в фильматике потому что собственно там и содержится то что предъявляется в качестве результата это результат который историки со своим уровнем математического мышления просто не понимает предъявляется результат что такие числовые последовательности вытащенные скажем из разных хроник друг с другом коррелируют на уровне на котором случайное совпадение маловероятное вот так формулируется формулируется большинство основных результатов полученных группы фон в принципе после этого должны вступать дело историки и объяснить почему это произошло почему скажем длительность правления ремских цезарей и германских габбург образуют две очень похожих и очень длинных числовых последовательности почему так надо либо определить какое-то новое общество верит которое объяснит написать какие-то уравнения какой-то психотический процесс который последовательность порождает либо объяснить что кто-то писал о цезарях и не зная дату их правления подставил дату а может и наоборот но надо определить какую-то интерпретацию значит либо конструктивно обсуждать методологию эти такие как правило вместо конструктивной вместо обсуждения интерпретации начинают срогать что этого не может быть потому что не может быть никогда ну и соответственно что делает группа Фоменко встретив такой но они начинают действовать так как приняты физиков и математик они начинают пытаться пересоздать науку историю забыть о том все что было написано в учебнике истории и попытаться переписать все и посмотреть что получится но при этом получается что они уже везут немножко не в свою область вот уже здесь они везут не в свою область потому что с другой стороны возможно то область когда они не везут она еще не существует тут они уже допускают ошибки порой очередные ошибки даже дилетанты но с другой стороны то чем они занимаются представьте себе это надо сравнивать не с современным уровнем причесанной истории это надо сравнивать со средневековой историей когда она только-только возникала как науку уровень согласования у фамина равен с уровнем согласования который был в каком-то в 15-ом веке у фамина который был согласоваться значит и почему это актуально не только для истории но и для физики физика конечно любит опираться на те эксперименты которые можно провести сейчас вот взять и но к сожалению не всегда удается ограничиться современным измерением вот некоторые механические системы например просто не уничтожены то есть первоначальная малая ошибка в измерении потом со временем вырастает экспоненциатор то есть там есть некое характерное время на которое точность наших вычислений падает в два раза и с этой точки времени иногда полезно иметь очень далеко от стоящего поврения пусть и очень неточные измерения потому что если мы будем решать экстраполировать назад наши современные очень точные измерения то на длинном времени погрешность возрастет на стояк она кажется хуже чем погрешность которая какой-нибудь тихо брать я смотрел свои звездочки и оказывается соответственно для таких наук где есть неустойчивая система где есть длинные характерные времена физики к сожалению иногда вынуждено использовать данные историков могу привести несколько примеров достаточно авторно скажем астрономии используют исторические данные для уточнения модели движения Луна на больших рентах ну вот есть такой анекдот который очень любит цитирует Фоменко что Роберт Ньютон это не Исаак это современный 20 век нашел в системе Земля-Луна негравитационные силы исследовав какие-то затмения из исторических хроников и если а если эти хроники по другому датировать то эти негравитационные силы могут ищить или наоборот какие-то все другие или по китайским хроникам смотрели древние возвращения кометы Галилея и нашли что там есть какой-то очень специфический резонанс что ее периоды повторяются с каким-то длинным длинным дрохом такое в небесной механике случается но если окажется что эти китайские хроники на самом деле неправильно датированы то соответственно модель движения кометы Галилея надо пересчитывать и кстати та модель которая была посчитана за китайским хроникам когда комета очередной раз прилетела оказалась нарушена что в чем дело что-то изменилось комета или что-то было неясно у китайцев при том что у китайцев иногда встречаются забавные эпизоды вроде того что есть такая эггодическая история что китайцы якобы в древности задолго до метра придумали логарифт а когда исследовали таблицы логарифт то оказалось что опечатки воспроизводят печатки из таблиц метра опечатки из якобы древности китайских таблицы логарифта воспроизводят опечатки из таблиц метра я сейчас не беру назвать точный источник это надо как говорится полувырить но к сожалению на память не берусь воспроизводить поэтому я рассказываю как они все это за это я ручаться не тем более я китайский незаконный владел проверить лично или есть еще такая интересная наука как палеоклиматолог смотрит климат на больших времен тем более что сейчас очень интенсивно говорят то ли про глобальное потепление то ли про глобальное похолодание причем разные геофизики по-разному оценивают знак производный на больших временах куда же берется климат естественно посмотрите что там врач то есть например раньше в Сахаре была сова а какой при этом климат был в Европе при каком климате в Сахаре в Сахаре сова при теплом или при холодном и тут важно посмотреть когда там были религи и лептияне когда там были в каком году через Босфор из Айтилицы ездили на Сахаре тому подобные исторические климатические факты или например еще такой момент в настоящее время настоящий исторический период магнитное поле земли дипольная составляющая уменьшается уменьшается со скоростью 1% за 10 на тех временах на которых эти измерения ведутся уменьшение более не менее линейно но вы понимаете что на малом интервале любая гладкая функция линии с определенной точностью поэтому возникает вопрос а как было ну что берут у археологов битые горшки смотрят ферромагнитные частицы которые в эти горшки попали соответственно эти частицы намагнитились когда горшок в ствол в магнитном поле и можно оценить величину этого поля величину направления особенно хорошо что если эти горшки были прямо на месте обжига и захоронены если случился пожар и мы ничего не разговаривали тогда очень хорошо пожаре еще раскопать и посмотреть картонно магничные горшки но для этого надо знать когда это будет что в строительстве не встречался в мире науки вот некий график построенный как я подозреваю разумеется на основе традиционной хронологии и по этому графику получалось что раньше магнитная поля Земли уменьшалась в последние тысячи лет она стала уменьшаться быстрее если это так то мы можем ожидать что мы дальше еще быстрее и только для нас это важно несколько лет или десятилетий или столетий и поле составляющего магнитного поля Земли обратится в ноль и произойдет не знаю может быть переполюсовка Земли это важно хотя бы потому что когда магнитное поле Земли начнет существенно ослаблено то у нас начнутся всякие веселые вещи полярные сияния сперва в умеренных широкопоток экваториальных наводки со стороны потоков заряженных частей консоль во всяких длинных проводах в телефонных проводах в электрических сетях при всяких магнитных пулях иногда и сейчас без всякого председательного магнитного поля может что-нибудь перегорить тогда это будет существенно другая ситуация помехи к радиосвязи будут существенно другие чем сейчас когда эти удовольствия нам ждут сколько нас есть лет или столетий чтобы куда остаться так что тут есть со стороны естественников не только естественников такой вот заказ на то чтобы проверить что там историки на самом деле докопать или археологии когда оно было это важно для вполне актуального для приложения вопросов и это в общем-то врушает некий оптимизм во взгляду в том числе возглядела на историю что раз это актуально то может быть когда-нибудь физики с математиками и другими естественниками созданут свою собственную историю будут ее пользоваться но а за временем может быть и историки подтянутся хотя конечно со стороны историков со стороны политиков противодействия неизбежны вот такой вот я сегодня хотел сделать доклад на этом я не знаю завершу прошу не воспринимать это слишком серьезно то есть это скорее некое приглашение к размышлению о том чем его занимаются и как оно соотносится с тем чем занимаются не физики не физики не физики не физики вот кстати Михаил Алексеевич тоже лезет с чужой адрой Михаил Алексеевич тоже лезет со своей математикой, уже это традиционно, чушь, по-коротому, не танк наук. Хотя, с другой стороны, исторически математика относилась, может быть, даже к гуманитарному науку, потому что в средневековых университетах физических факультетов не было, а математики были. Математика считалась одной из тех наук, которыми предстоит заниматься благородному человеку. Физика позднее приедет. И, в общем-то, есть такая традиция, что математика – это не сайенс. Сайенс – это естественные науки. И с сайенс есть и медицина, а есть и математика. Все-таки гуманитарный, все-таки, как-то запихивать. Не получается. Вопросы? А Академия Коплененко можно сюда попросить? Можно попробовать, только надо, видимо, мне было сперва поговорить с ними на кафедре, потому что я не уверен, что это будет воспринято руководством кафедра. Все-таки, когда этот семинар создавался… Его можно пригласить рассказать про дифференциальную геометрию. Да, это должно быть. Про дифференциальную геометрию его, конечно, можно пригласить рассказать. Потому что, помимо этого, в общем, он не только историк, он еще и математер, он еще и художник. Про методические методы, почему же, можно рассказать? И, на самом деле, у нас тут был один доклад, на котором немножко касается методов новой флирнологии. Это Насовский выступал. Да, Насовский. Нет, Насовский не выступал, Келлен выступалings. Из Института прикладной математики. Нет, Насовский был. Насовский. У нас на семинаре не было. Не у вас, а на Фистихе был. У нас на семинаре не было, а у нас был Келлен. И он рассказывал про применение уравнения переноса, про разное применение уравнений переноса, в том числе к переносу дотировки тела. Хорошая постановка. Переносить можно все, что угодно. Ну да. Юрий Николаевич пишет тоже уравнение переноса, но для переноса возраста человека, точнее, людей помог. Если вопросов нет, то я объявлю следующую тему. Значит, 16 сентября через неделю у нас будет докладчик Великодный Василий Юрьевич. Он заведует лабораторией физико-химической динамики Института прикладной механики Академии НОК. Тема ударные акустические волны в микропузырьковых средах в теории эксперимента браклика. То есть это тот редкий случай, когда у нас выступает экспериментатор. Значит, аннотации есть на объявлениях. В принципе, на страничке семинара тоже уже есть, но на всякий случай. Скажу несколько слов, что если у нас есть линия с пузырьками, то там могут происходить разные интересные вещи. Во-первых, там очень маленькая скорость звука может быть. Ударные волны просто лучше получаются. А во-вторых, могут быть всякие интересные эффекты, когда пузырек схлопывается. Потому что чем меньше пузырек, тем выше давление. В процессе схлопывания пузырька давление и температура могут возрастать очень сильно. Но есть, например, такое явление сонолюминесцент. Когда этот пузырек схлопывается, при этом даже излучается ультрафиолет. Одно время были даже соображения такого типа. Нельзя ли на сонолюминесценции сделать термояр, чтобы настолько разогреть какие-то легкие элементы, чтобы ядра начали с него. Правда, проблема возникла в том, что пузырек, который разливает достаточную температуру давления, в нем молекулы нет. Хотя, с другой стороны, Василий Юрьевич, он говорит, что у него есть некие наметы на то, как все-таки схлопывать пузырек так, чтобы в нем были молекулы, и запустить термояр, но... Относительно сонолюминесценции, пузырек совершенно четкий. На этом способе термояр делать быть не может. У него не сонолюминесценция, у него что-то свое. Так что, если хотите его обсудить, все записались в термояр. Спасибо.